Рады вас приветствовать. Елена Анатольевна, вы с нами сегодня? Скажите, пожалуйста, как нас слышно, видно? Напишите, пожалуйста, в чате. Уважаемые участники, там слышно хорошо, видно у нас хорошо. Давайте тогда начинать. Сейчас мы ждем, когда к нам подключится Елена Вячеславовна Богородникова. Мы выяснили с вами о том, что одна из причин нежелательного поведения ребенка – это избегание трудностей. И самая первая рекомендация, такая очень главная рекомендация при работе с ребенком, когда он испытывает трудности обучения, это, с одной стороны, научить его просить о помощи, а с другой стороны, некоторая такая ответственность на нас, взрослых, это помощь в освоении учебного материала. И один из первых правил – это научиться правильно преподносить учебный материал, учебные задания. И другими словами, более компетентным словом, это адаптировать учебный материал. В этой связи мы решили посвятить отдельную встречу, касаемо именно адаптации учебных материалов. И для этого мы пригласили наших коллег, этого Ольга Викторовна Загуменная и Людмила Андреевна Чистякова. Это учителя начальника школы, учителя-тефектологии Федерального ресурсного центра, имеющие большой стаж, более 10 лет работы с данной категорией ребят, это дети с расстройством аутического спектра, которые через свою профессиональную деятельность пропустили несколько сотен учеников. Ольга Викторовна и Людмила Андреевна являются авторами методических пособий, методических рекомендаций, а также нескольких статей, посвященных именно вопросам адаптации учебных материалов. Поэтому сегодня они представят свой опыт для вас, родителей, чтобы вы понимали, какие есть тонкости и какие есть нюансы именно в разработке этих способов адаптации и понять, как именно правильно и точно можно было бы подобрать для своего ребенка какой-то из способов на примере того, что расскажут коллеги, и использовать в своей практике. Наверняка будет много вопросов. Эти вопросы мы постараемся ответить в конце вебинара. Много вопросов задавали при регистрации, а мы их тоже также увидели, постараемся ответить на эти вопросы. Может быть, не в рамках сегодняшней встречи, но персонально отправив вам ответ на вашу почту. И, как всегда, с нами Елена Ишлава Богоранникова. Это исполнительный директор региональной общественной организации «Контакт». Елена Ишлава, мы очень рады, что вы всегда нас поддержите, всегда с нами. И я думаю, что сегодня, возможно, будут вопросы касаемо такого правового поля. Возможно, может быть, нет. Но если будут, то мы постараемся вместе, одному на двести, и вы нас в этом плане поддержите и поможете. Здравствуйте, уважаемые коллеги. С удовольствием. Конечно. И я Сергей Николаевич Панцирь, руководитель консультативно-диагностической службы Федерального ресурсного центра. На этом слое я передаю право управления пунктом нашим коллегам. И сможете включить презентацию? Так, ну вы представьтесь. Так, уважаемые коллеги, уважаемые участники, небольшая техническая пауза. Мы сразу вступим в бой. Не будем долго тратить время на любезности. И начинаем нашу встречу. Так. Елена Вячеславовна, скажите, пожалуйста, вот здесь можно микрофон перевелся для презентации, видно ли ее и слышно ли у нас? Да, все видно, все слышно. Можем начинать. Так. Так, секунду, она старалась. Так, сейчас еще разочек. Елена Вячеславовна, слышно? Я что-то не уверена, что вы меня слышите. Ладно, вас не слышно. Да? Тогда... Головочке, гляньте головой, что слышно. Так, все, хорошо. Мы тогда начинаем. А, видно. Все видно. Доброе утро, уважаемые родители. Мы очень рады сегодня с Людвилой Андреевной для вас выступить, поделиться своим опытом. Мы очень надеемся, что те советы, о которых мы сегодня будем говорить, да, и те приемы, которые мы используем в своей работе, помогут также и вам в работе с вашими ребятами. Поэтому начинаем. Итак, что же такое особые образовательные потребности наших ребят? Это индивидуальные потребности ребенка, наличие которых требует создания специальных образовательных условий для обучающегося с целью освоения им адаптированной основной образовательной программы. То есть для ребенка, который приходит в школу, должны быть созданы необходимые специальные образовательные условия, исходя из его потребностей. Мы понимаем, что в школу к нам приходит ребеночек, у которого есть особые образовательные потребности, и, соответственно, школа, образовательная организация должна их учесть и создать специальные образовательные условия. И об этом четко написано в статье 79 Закона об образовании. В ней указывается на то, что в образовательных организациях, осуществляющих обучение детей по адаптированным основным общеобразовательным программам, должны быть созданы специальные условия для получения образования. Мою мошку видно, нет? Вот так вот. И далее в пункте 3, который вы видите на своем экране, идет некоторая конкретизация. Какие же это условия? Сегодня мы с вами будем говорить про адаптацию учебных материалов, которые являются очень важным специальным условием. Но, к сожалению, именно такой формулировки в данной статье мы не видим. Здесь перечислен ряд конкретных условий, а далее написано, что есть другие условия, вот здесь вот вы видите, да, без которых освоение образовательной программы нашими детьми бывает крайне непродуктивным. Я хочу представить вашему вниманию статью Артура Валерьевича Хаустова, директора нашего Федерального ресурсного центра про особые образовательные потребности обучающихся с расстройствами аутистического спектра. И в ней достаточно подробно написано про те особые образовательные потребности, которые имеют наши ребята, для того, чтобы можно было это понимать, да, и создавать те самые специальные условия, о которых мы сегодня будем говорить. Еще хочется обратить внимание на то, что часто родители могут услышать от администрации школы или от учителя, что если ребенок с расстройством аутистического спектра обучается по цензовым вариантам программ, например, по вариантам 8.1 и 8.2, и получает образование сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, стандартные 4 года либо пролонгированные 5-6 лет сроки и учится по тем же самым учебникам, что и другие дети, то никакой адаптации для него не предусмотрено. Обычная программа, обычные требования, так мы можем часто услышать. На самом деле это в корне неверно, и в приложении 8.2 к федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, которое посвящено детям с расстройствами аутистического спектра, написано, что по варианту 8.1 должна быть предусмотрена систематическая, специальная и психологическая поддержка, и важными направлениями которой как раз и являются удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с РАС, а также коррекционная помощь во владении базовым содержанием обучения и создание условий успешного обладения учебной деятельностью с целью предупреждения негативного отношения обучающихся к ситуации школьного обучения в целом. Родители часто говорят о том, что дети не хотят идти в школу, не хотят учиться, выполнять задания, проявляют негативизм, нежелательное поведение, а это как раз то, чего мы можем избежать, если в школе созданы все необходимые условия для ребенка, включая ту же самую адаптацию учебных материалов. Также в варианте программы 8.2, вы видите на экране, говорится об этапном формировании учебной деятельности. И я как учитель понимаю, что прежде всего эта этапность должна проявляться в обучении от простого к сложному. Нельзя требовать от ребенка, который только что пришел в школу того, чему его на данном этапе еще не научили. Также здесь говорится о применении общих и специальных методов и приемов обучения. И под этими специальными методами мы и подразумеваем необходимым детям адаптацию учебных материалов. Давайте вкратце посмотрим, надолго не будем на этом останавливаться, какие трудности общие, специфические испытывают наши ребята в процессе обучения. Я думаю, вы все прекрасно их знаете, поскольку работаете с детьми дома, выполняете домашние задания. Итак, наши ребята могут испытывать как общие трудности в процессе обучения, свойственные детям с особыми образовательными потребностями, так и специфические трудности при изучении отдельных учебных предметов, требующие особого внимания со стороны команды специалистов. Все это на экране, зачитывать не буду, и сейчас мы с вами поговорим подробнее про адаптацию учебных материалов как один из крайне важных и действенных способов преодоления данных трудностей в обучении наших детей. Итак, какие же конкретные способы и приемы адаптации учебного материала мы можем выделить? Вы видите их на своем экране, это адаптация внешнего вида задания, адаптация инструкции к заданию, индивидуализация стимульных материалов, дополнительная визуализация, адаптация способа подачи, снятия двойных требований и упрощение содержания заданий. Поговорим сейчас о каждом из этих способов подробнее и приведем некоторые примеры. Итак, внешний вид задания – это первое, с чем сталкивается ребенок и что может вызвать у него трудности. У одного ребенка есть трудности зрительного восприятия информации, другого может пугать большой объем задания, у третьего снижены темповые характеристики деятельности, он медленно читает, медленно пишет, быстро устает. Мы можем проанализировать эти трудности и изменить внешний вид задания. В частности, разместить одно задание на отдельном листе. Так ребенок не будет отвлекаться на другой материал, другие картинки, текст, которые расположены на той же самой странице в учебнике. Кроме того, это поможет нам избежать негативной реакции, когда ребенок при виде страницы в учебнике или листа с несколькими заданиями может испугаться большого объема работы. Мы же предложим ему тот же самый объем, но по частям, не забывая за каждую часть, обязательно хвалить и поощрять его. Либо, напротив, уменьшим объем самого задания, дав ребенку вместо 10 примеров 5, либо вместо 5 предложений 2. Причем уровень сложности этих примеров и предложений будет таким же, как у других учеников, таким же, как в учебнике, неупрощенным. Также мы можем не просто дать задание на отдельном листе, а сделать этот лист в виде бланка с минимальной необходимостью заполнения, куда ребенок может что-то вклеить, вписать. Это сократит время на выполнение задания, если ребенок работает с низкой скоростью или, например, если он еще недостаточно хорошо пишет цифры или буквы. Вклеивание цифр и букв в заранее подготовленный бланк позволяет нам, например, решать примеры или писать слова даже с теми детьми, которые еще недостаточно освоили графический образ букв и цифр. Также можно изменить шрифт, сделать его крупнее, увеличить интервалы между словами, чтобы ребенок лучше видел каждое слово в отдельности, интервал между строками. Также с помощью цветной маркировки можно выделить важные понятия или слова, на которые ребенок должен обратить внимание при чтении инструкции, правила текста. Это не всегда можно сделать в учебнике, и именно с этой целью мы создаем отдельные бланки с заданиями. Вот хочу уточнить про интервал между строками. Очень часто, например, ребенку нужно что-то подчеркнуть снизу, например, главные члены предложения, или что-то выделить сверху, например, корей. Чтобы у ребенка была возможность совершить эти действия, мы как раз увеличиваем интервал между строчками, и это облегчает восприятие материала. Одним из следующих способов – это адаптация инструкции к заданию. Одним из ключевых элементов каждого задания является инструкция. Важно, чтобы дети приучались обращать внимание на инструкцию, понимать, что ее нужно прочитать, чтобы в ней говорится о том, что нужно делать. Чтобы ребенок сразу видел инструкцию, мы делаем ее отличный от текста, отличающийся от текста самого задания. Меняем шрифт, выделяем курсивом, цветом, обводим в рамочку, например. Можно один из этих способов, можно все. И если мы начинаем это делать, то применяем к инструкциям во всех заданиях. То есть инструкция должна, соответственно, выглядеть для ребенка однотипно от задания к заданию. Стараемся употреблять одни и те же инструкции к однотипным заданиям. Часто авторы учебников, по которым мы вынуждены работать, любят менять инструкции, вставляя туда какие-то новые слова, новые обороты, которых не было раньше. И для наших ребят такая инструкция является чем-то новым и совершенно непонятным. И даже то задание, которое ребенок уже научился делать, может стать для него недоступным, если он не поймет новую формулировку инструкции. Очень важным способом адаптации инструкций, особенно многоступенчатых, является их разбивка на отдельные шаги в виде алгоритма. То есть вместо одного длинного предложения с большим количеством запятых и второстепенных членов, ребенок будет видеть короткие и понятные предложения, расположенные последовательно друг по другу. Мы учим ребенка читать их по очереди и выполнять. Таким образом можно поступать не только с многоступенчатыми инструкциями, но и с простыми. И сейчас я покажу вам пример. Вы видите простую инструкцию «раздели слова на слоги». Но для выполнения этой инструкции ребенку нужно совершить ряд последовательных шагов. Если навык деления на слоги недостаточно автоматизирован, то мы можем предложить в помощь ребенку следующий алгоритм. Вы видите, что мы разбили данную инструкцию на несколько последовательных шагов. Ребенок читает каждый шаг, выполняет его и обязательно получает от нас поощрение, отметку о выполнении. Это может быть плюсик, либо мы можем приклеить ему наклеечку. Тогда, когда ребенок научится работать по этому алгоритму, он может ставить себе плюсик сам за каждый выполненный шаг. И постепенно, к чему мы хотим прийти? К тому, что потом при виде инструкции «раздели слова на слоги» данный алгоритм и данная адаптированная инструкция ребенку уже не понадобится. Но, безусловно, мы не торопимся с убиранием, да, помощи с убиранием алгоритма до тех самых пор, пока не будем полностью уверены, что ребенок может обойтись без него. Еще детям, у которых недостаточно сформирован навык чтения, может помочь замена слов или целых фраз пиктограммами, картинками, глядя на которые ребенок будет понимать, что нужно делать. Но, безусловно, с этими пиктограммами и картинками он должен быть знаком заранее. То есть мы сразу вводим их при формировании того или иного навыка. И, в частности, при формировании навыка деления слов на слоги мы можем ввести вот такие пиктограммы, которые вы видите на вашем экране. Инструкция та же самая, раздели слова на слоги, только вместо слов здесь пиктограммы. И, опять же, данная инструкция представлена в виде алгоритма. Когда мы даем ребенку устные инструкции и видим, что он их не понимает или забывает, не может удержать, лучше не повторять многократно эту инструкцию, а продублировать ее письменно. Положить, например, перед ребенком карточку с написанной инструкцией и в нужный момент, видя, что, например, он забыл, что нужно сделать, или как бы останавливается, указательным жестом показать ему на данную карточку, обратив внимание и напомнив, что нужно делать. Следующий очень важный способ адаптации учебных материалов – это индивидуализация стимульных материалов. Мы должны стараться подбирать для ребенка значимые предметы и использовать их, например, при счете, при составлении примеров, задач. Также мы подбираем значимые темы для чтения слов, предложения, текстов. И, поверьте мне, процесс научения в данном случае чтению будет осуществляться гораздо продуктивнее, потому что сам материал учебный, с которым будет работать ребенок, будет для него мотивирующим. То есть здесь, может быть, даже не понадобится дополнительных мотивирующих стимулов, хотя, в общем-то, и они не будут, конечно же, лишними. И также мы подбираем значимые темы для написания диктантов и изложений. Ну, вот вы видите в качестве примера, да, что, например, на уроке математики вместо счетных палочек мы можем предложить ребенку все, что угодно, любые мелкие предметы, которые ему нравятся для использования при счете. И сам процесс станет для ребенка гораздо более интересным и продуктивным, что для нас самое главное. Следующий способ адаптации учебных материалов – это дополнительная визуализация. Дополнительная визуализация включает в себя использование на уроках максимального количества наглядного материала, да, и, соответственно, в том числе и при выполнении заданий. Этот материал позволяет лучше понять содержание задания, а также он позволяет учителю донести до ребенка смысл некоторых абстрактных понятий, которые в большом объеме используются при изучении всех учебных предметов. мы подбираем те стимулы, которые визуализируют абстрактные понятия. Вот вы видите, например, на экране, что для визуализации таких абстрактных понятий, как твердые и мягкие согласные звуки, мы можем подобрать твердый синий кубик и мягкую зеленую губку. А для визуализации понятий свистящий и шипящий звук мы будем использовать картинку со змейкой и с насосиком. И вот здесь на образцах бланков можно увидеть, как мы данные визуальные стимулы потом применяем при выполнении заданий. Ребенок не просто выполняет задания, а и приклеивает знакомый ему зрительный образ. И еще очень важным и очень нужным способом, который можно отнести к дополнительной визуализации, является использование схем, таблиц, алгоритмов. И сейчас я хочу передать слово Людмиле Андреевне, которая расскажет вам об этом поподробнее. Здравствуйте, уважаемые родители. Не только в поседневной жизни, когда мы обучаем детей водовым навыкам, мы используем данные алгоритмы, но и очень активно стараемся их использовать в процессе обучения детей. Почему? Потому что алгоритмы — это некая последовательность шагов, это схема каких-то действий, которые приводят к положительному результату. И с помощью алгоритмов мы можем преподнести ребенку что-то достаточно для него сложное, в чем он испытывает затруднения, но небольшими порциями, маленькими шажочками или с помощью каких-то схем. Все мы понимаем, что алгоритм — это некая структура такая линейная, где каждый шаг идет друг за другом. И в итоге, выполняя каждый этот шаг, ребенок достигает положительный результат. И поэтому он положительно потом относится к данным заданиям, которые мы ему предлагаем. В виде примера я хочу вам предложить такое задание, как решение уравнения. Своим ребятам я создала вот некую такую табличку, где пошагово я им предлагала подойти к этому непростому заданию. Когда мы даем каждый шаг, у меня вот эта табличка, она была заламинирована в очень удобный такой формат, и детям раздавались маркеры, и они, выполняя каждый из этих маленьких шагов, они ставили себе галочку и переходили к следующему шагу. Для них это было очень удобно. К каждому шагу мы обучались отдельно, конечно. Они это все уже умели читать, они понимали все эти термины, и с помощью таких алгоритмов они удачно решали все примеры. Эти алгоритмы используются потом не постоянно, проходит время, и вот эту помощь визуальную можно постепенно убирать. Таким же способом можно решать очень сложное, очень сложное для детей задание, это как задача. Когда ребенку дается большой некий текст, в котором много слов, много, может быть, новых каких-то понятий и вопросительные фразы, которые бывают очень непросты для детей. Поэтому все это постепенно решается с помощью таких же небольших шагов. Когда ребенок сначала задачу читает, потом он ищет в ней числа и подчеркивает, может быть, обводит, когда это выводится на отдельный рабочий бланк. Потом к этим числам я предлагала ребятам искать ключевые слова, то есть число оно к чему-то относится, пять чего, пять книг, да, или пять книг прочитал кто? Боря, а восемь книг, то есть наоборот, пять книг Дима, восемь книг, Боря, извините, а Дима на пять книг меньше и так далее. После того, как все это выделено, мы переходили к записи условия задачи. Потом мы читали вопрос, потому что он идет следом, а не сразу, и его записывали. Дальше мы рисовали схему, если она нужна, была в зависимости от того, на каком этапе обучения находятся дети. На начальных этапах не всегда она используется, ее обычно берут чуть-чуть позже. В принципе, все зависит от ребенка, и можно параллельно с задачей рисовать рядом схему, чтобы дополнительно поддерживать ребенка визуализацией. Оно все зависит от ситуации, от того момента и от детей. Затем мы записывали количество решений, которые от нас потребуются, это зависит от вопроса, в которой есть задачи, и определяли, какие действия мы будем делать в этой задаче, уменьшать или увеличивать, складывать, вычитать, делить или умножать и так далее. Записывали эти решения, записывали ответы. И вот с помощью таких алгоритмов дети в моем классе научились решать задачи. Этот алгоритм у них был всегда под рукой, они всегда им пользовались. Я вам сейчас покажу, как это выглядело у детей. Я рекомендую, потому что это очень удобно, завести детям небольшие папки маленького формата. И она у нас называлась папка «Помощник», она была как опора, как некая поддержка для каждого ребенка. Она доставалась на уроках и лежала рядышком на парте, и дети знали, что в любой момент, когда они испытывают затруднения, они могут открыть эту папку, посмотреть и вспомнить правила по русскому языку, посмотреть и вспомнить, как решаются задачи или уравнения, вспомнить что-то по окружающему миру, какие-то непростые темы. В первом классе туда можно вставлять, например, образцы написания цифр и букв, схемы решения примеров и так далее. То есть очень удобная вещь. И вот здесь вот наверху уже видно, вот эту папку мне принесла мама нашего выпускника, она ее оставила себе, ребенок пришел в пятый класс, и они продолжали ее вести. Мама сама туда вписывала уже для ребенка правила, ребенок ими пользовался в школе. Конечно же, все это должно происходить вместе с родителями, ну то есть родители в этом активно участвуют, чтобы они были с этим знакомы, и ребенок тоже. То есть желательно все вот эти правила создавать, ламинировать, писать и делать вместе с ребенком, чтобы ему это было знакомо. И он в этом хорошо ориентировался в школе и не терялся. Да, я вот хочу еще добавить, что важно понимать, что данная папка помощник не является чем-то, какой-то такой подсказкой, с которой ребенок будет списывать и выполнять что-то, да, с какой-то дополнительной такой помощью, которой нет у других детей. Да, это помощь, да, это визуальная опора. Но при этом это та необходимая визуальная опора, которая на начальных этапах обучения, когда мы только формируем навык, крайне необходима ребятам. И причем не только детям с особыми образовательными потребностями или детям с расстройствами аутистического спектра, на самом деле всем детям. Когда мы говорим о безошибочном обучении, когда мы говорим о том, чтобы ученик чувствовал себя успешным, как раз вот такая папка, вот такие визуальные опоры помогут ему действительно почувствовать себя успешно при выполнении любого задания. И самое главное – запомнить, как это задание выполняется. И в дальнейшем, возможно, обходиться уже и без нее, да? Да, многие ребята уже остались без этих папок, она у них оставалась дома, и они не носили ее в школу. А кому-то она требовалась еще какое-то некое время, продолжительное или нет, это уже зависит от детей. Еще одним способом адаптации, подачи учебного материала мы рекомендуем использовать такую визуальную поддержку, как достаточно большой объем карточек с новыми терминами, которые только вводятся или которые уже велись, но ребенку трудно их понять, запомнить и так далее. Ну, например, при решении уравнения, которое записывается на доске или в тетради, мы можем… На самом деле, честно, этот слайд создавался для учителей, но также родителям можно на него опираться, смотреть и использовать. Дома можно прямо на простых листочках написать карточки с этими непростыми понятиями и использовать, подкладывать их, чтобы ребенок их видел и тем самым лучше и быстрее запоминал. Где уменьшаемо, где находится вычитаемо, что в конце у нас получается. Еще хорошим способом будет, как наш вам совет использовать некую поддержку в виде символов. Например, мы можем на процессе обучения ребенку, когда он обучается только таким арифметическим действиям, как вычитание, показывать, что такое первое число, которое мы потом будем с вами уменьшать. Мы показываем, что это что-то большое, это группа больших предметов. Мы можем символизировать это большим кругом на дополнительном листочке черновике. И показать, что потом из этой группы предметов мы некое вычитаем, некое количество, оно будет меньше, естественно. Оно не будет таким же большим, конечно, если мы не все количество вычитаем. На первых этапах вычитаем что-то небольшое, несколько предметов, два или один. И показываем, что это маленький кружочек. И у нас остался остаток. На первых порах лучше говорить остаток и потом уже переводить это словообразность. И чтобы дети лучше понимали, что это тоже будет некая маленькая. И когда вы придете к уравнениям, и вспомните вот эти самые кружочки, потом будет им легче понимать, что х – это некое большое число. И когда мы будем решать, мы будем складывать. Потому что нам надо будет к нему подойти. Используя визуальную опору, мы, конечно же, такой же слайд, но только уже на другую тему. Это может быть русский язык, например. Активно используем вот эти карточки понятия, карточки с опросительными словами. Вы видите, у меня целая стопка. Обычно я их прям выбирала, готовила к уроку и вывешивала все на доску. Так же можно делать и все дома. И по русскому языку, когда объясняли, например, что такое проверяемое слово, как его находить, не всегда дети понимают вот именно это понятие, прилагательное проверяемое слово или проверочное слово, они в этом путаются. Поэтому всегда вот такие некие подсказки в скобочках, визуально. Недостаточно говорить это все вслух. Обязательно поддерживаем свою речь визуальными карточками, словами и так далее. Дальше. Вот такой слайд у меня относится уже к другому некому предмету, не самому легкому, а одному из самых сложных, потому что это литературное чтение. И что я здесь хочу сказать и показать этой картинкой, что объяснить новое произведение, которое может быть непростым для восприятия или очень длинным для восприятия для детей, я рекомендую параллельно с чтением рисовать детям сюжет. И неважно, что вы не умеете рисовать, вы не художник, я тоже не художник, пусть это будет схематично. Иногда дети это воспринимают намного лучше и быстрее, и более качественно, чем какие-то художественные произведения с наличием разных цветов и так далее. Поэтому можно сопровождать чтение вот такими некими картинками простыми и также плюсиками-минусиками, обозначая там, да, помогла дочь папе, не помогла. Пошла она искать, пошла она спасать свою сестру или не пошла, да, получила она подарок, не получила. То есть все вот это можно изображать такими символами и рисунками. Таким образом у детей быстрее складывается зрительный образ. Еще один из примеров, это тоже небольшой текст, который мы читали с ребятами по программе 8.3, и он был маленький, но он был очень сложным. И также в процессе чтения я сопровождала его рисунками. Тоже, видите, они очень простые. Всех героев я не только нарисовала, но и подписала. Я обозначила символами, что они задают вопросы. Я обозначила облачком, что у них идет диалог. Я обозначила, на что он направлен стрелочка, да, и что рядом нарисовано поле с усатыми колосьями, потому что это не всегда детям было понятно, что какие-то колосьи, и как они выглядят, и почему они усатые. Но мы к этому тексту с вами еще подойдем дальше. Дальше перейдем с вами к непростому такому навыку, как обучение детей письмо. Здесь мы с вами посмотрим на первые этапы. Это обучение детей о написании элементов. Мы с Ольгой Викторовной активно подошли к этому вопросу вот в эти, в прошлый год и в текущий, потому что у нас дети соответствующие данному уровню. Ольга Викторовна изобретала очень хорошие рабочие листы по обучению написанию элементов. Поэтапно, как вы видите, здесь четыре листочка. На первых этапах дается просто бланк, где детям дается возможность просто обвести эти элементы. Затем, когда у них это очень хорошо все получается, они научаются этому навыку, можно постепенно удалять некие кусочки этих элементов, чтобы дети самостоятельно их дописывали. Почему мы это делаем? Потому что детям бывает очень тяжело перейти от обводки к самостоятельному написанию этих элементов и потом дальше-дальше букв. И чтобы этот процесс ускорить, чтобы показать им, что это не так страшно, не так сложно, мы постепенно убираем элементы вот этих самих элементов. И постепенно вот этот петель у нас исчезает, дети дальше пишут самостоятельно. И обратите внимание на последний рисунок. Очень важно, мне понравился подход Ольги Викторовны, когда она в конце строчки добавляла тот элемент, который надо ввести. Почему? Потому что ребенок его видит, он к нему стремится, он будет просто для него уже, и он дойдет до конца строчки. А во-вторых, этот образец ему дает, он как образец, потому что с левой стороны обычно образцы элементов закрываются рукой. Это раз. А во-вторых, детям тяжело провести самоконтроль и вернуться от конца строчки, где ему надо написать самостоятельный элемент, к началу строчки, перевести взгляд, а потом вернуться обратно и написать его. Это будет тяжело. Поэтому посмотреть в конец строчки бывает намного проще. Вот. В частности, да, для ребят, которые пишут левой рукой, наличие образца с правой стороны также крайне важно не только в этом варианте задания, а вообще в принципе. Так как у меня первоклашки, то я перешла уже к следующему этапу. Мы уже учимся писать с ними буквы и прописи нам не подошли в этом году, пока мы их не берем. Поэтому пришлось создавать отдельные листы с прописями самостоятельно, да. Мы видим особенности детей, мы создаем для них строчку. Мы выделяем более жирным верхнюю или нижнюю полосу, да. Мы выделяем середину полосы для написания маленькой буквы. На первых этапах, ну вот первый лист, вы видите, это образец написания. В дальнейшем, вот я, честно говоря, не знаю, будет ли здесь, у нас не будет здесь, видно. Здесь у меня на самом деле вставлено видео для детей. После того, как я вам показала букву, мы смотрим с ребятами мультфильм. А сейчас вы в Ютубе, если забьете, например, фразу «пишем букву А», вам сразу выскочит ссылка на видео, маленькое видео, меньше минуты, как надо писать эту буковку, озвученную детским голосом. Ребятам это очень нравится. Там поэтапно прям показывается, что мы начинаем отсюда, идем вверх, спускаемся вниз, делаем там петельку и возвращаемся вот в то место. Или буковку «А» маленькую, то же самое. И это делается с повтором, и дети хорошо запоминают то, что говорит голос, который озвучивает этот мультфильм, и даже в процессе написания потом, когда они стараются, пыхтят, и там что-то делают, они проговаривают про себя очень часто вот эту последовательность действий и запоминают лучше, что и как мы пишем. А потом мы подкрепляем все это, конечно же, листами, где также для обводки даем им опору некую, более светлым тоном, шрифтом выделенная. Мы делаем точки, на которые они учатся опираться, когда пишут эту буку, учатся писать. Мы делаем стимулирующие такие символы в конце строки, чтобы они желали дойти до конца. А потом еще и вот это окошечко им можем наклеить наклейку или напечатать картинку в виде печати какую-то. И поверьте мне, когда дети к этому привыкают, они уже мотивированы этим и хотят, чтобы листочек не просто пустым ушел, а вместе с наклейкой, и они их иногда даже любят собирать. А если наклейка еще и поинтересует ребенку, то вообще супер. Потом постепенно мы имеем возможность уменьшить строчку, обучая детей к более мелкому написанию букв и переходу в прописи. И можно это делать не только вот этот один гламп, а еще, еще, еще уменьшить и так далее. Ну и таким же образом мы переходим к заглавным буквам. Я по образцу Ольги Викторовны потом изменю и тоже в конце строчки сделаю эту буковку простую. Здесь я сделаю некий отход. Это от темы, значит, прописей. Простой слайдик. Очень, я думаю, что многие родители понимают, зачем и что это нужно. Просто хочется еще раз сделать акцент на то, что неадаптированные рабочие тетради и учебники, которые предлагаются нам в школе, мы можем адаптировать очень быстрым способом, используя, например, клейкие заметки бумажки. Потому что мы понимаем, что в поле зрения ребенка получается очень много различных символов, картинок, сюжетов, отвлекающих моментов. Тем более, если он, например, очень сильно интересуется машинками или собаками, или насекомых боится, которые изображены на данной странице, все мы это быстренько, активно прячем под такие вот клеящиеся бумажки заметки и даем ребенку то суженное поле зрения, то задание, которое необходимо ему сделать именно в данный момент. На последней картинке это уже учебник для ребенка по программе 8.3. Это четвертый класс, по-моему. Я ему спрятала то, что выше, делая ему акцент на том, что ему надо смотреть именно на нижний уровень выполнения заданий, потому что их там несколько, и они для него были простые. Я ему указала именно нижний, спрятала, и он смотрел только на него. Ну, в принципе, это все легко и понятно, и доступно и быстро делается. А дальше я бы хотела перейти с вами к непростой и любимой теме по обучению детей чтению. И мы видели, что среди ваших вопросов очень много уделяется математике, чтению и письму. Поэтому мы сделали акцент именно на этих темах. Мы понимаем, что дети все своеобразные, поэтому, чтобы обучить ребенка чтению, мы можем использовать очень разные подходы. Они зависят от особенностей детей, от его интересов. Кому-то будет легче начинать сначала с глобального чтения, да, с методики Домана. Кому-то будет легче читать с помощью складов, которые придумал Зайцев, и кубиков, и складывать потом из них слова. И не забывая про традиционный метод это аналитико-синтетическое чтение, когда ребятам предлагаются буквари, мы не исключаем этот момент, он тоже очень хороший и важный. и в нем мы знаем, что мы там знакомимся с буквой отдельно, со звуком, потом переходим, читаем слоги, и потом даже складываем, читаем коротенькие слова. Где-то это происходит очень быстро, где-то мы можем остановиться и дать больше ребенку времени на обучение чтению именно словов пока. Но я хочу сказать, что можно это использовать все вместе, учитывая то, что ребенку дается легче, и не обязательно идти в какой-то строгой последовательности. Использовать и кубики, и букварь параллельно друг с другом. Это может вам помочь. На последнем листочке вот здесь вы увидите, что это листочки для ребят первого класса по программе 8.2. Не всегда мы детей по программе 8.3 сразу обучаем таким понятиям, как звук. Понятие звук можно переставить в конец обучения, а начать просто с букв. А своим ребятам я хочу, хотела и даю понятие, не понятие звук, а просто понятие того, что некоторые буквы мы можем пропевать очень долго, а некоторые мы петь не можем. И поэтому я им сразу сейчас, пока мы еще не подошли к термину согласные-гласные, я им сейчас предлагаю такую игру, как поймаю буквы в кружочек. И они уже по мере изучения букв в процессе чтения букваря, они уже знают, что, например, А, О, У, там, да, и мы всегда раскрашиваем красным цветом и ловим только в красный кружочек. А такие звуки, как М, М, Р, Х, там, да, и так далее, мы раскрашиваем в синий цвет, они к этому привыкают, потому что визуализации вокруг полно, и ловим в синий кружочек. Таким образом, я их постепенно подвожу к тому, что потом, когда мы возьмем термины согласные-гласные, будет намного проще и понятнее это все усвоить потом. Принцип, когда мы переходим к сложному, до перехода к сложному чуть-чуть затрагиваем кусочки этой темы чуть ранее, он очень хороший, но также зависит от детей, в зависимости от программы, по которой они обучаются. Когда мы с вами обучаем детей не только чтению, да, и другим предметам, но сейчас больше про чтение, то мы учитываем их интересы, предлагаем именно те тексты, те пособия, которые будут им важны, то есть обучая складыванию букв в слоге, мы используем машинки, потому что они очень любят машинки, и машинка едет, и звук поется и так далее. Вот. Мы используем те диафильмы, когда мы читаем тексты длинные, которые им интересны могут быть. Мы поддерживаем хороший эмоциональный фон, всегда стараемся, чтобы этот предмет был для них эмоционально положительно заряжен. Используя много визуальных опор, оказываем обязательно помощь. Когда обучаем чтению, есть еще такой метод, как создавать личный букварь, здесь тоже есть возможность учитывать интересы детей, потому что он будет насыщаться теми предметами, теми словами, которые ребенку интересны, или, может быть, по возможностям легки для прочтения. Вот. И также можно там увеличивать шрифт, чтобы было удобно. Далее я вам покажу некий материал, который создавался энное количество лет назад для детей от перехода от букваря к более простым небольшим текстам. Что здесь... На чем делается акцент? На том, что здесь также можно добавлять визуализацию самостоятельно. Здесь можно самим придумать вопросы для того, чтобы обучить ребенка пользоваться текстом и понимать прочитанное, придумывать самостоятельное задание. Задание... Пример этих заданий вы видите. Что я хочу сказать, что мы всегда, когда придумываем, как-то адаптируем некий материал, который ребенку преподносим, мы всегда помним о его возможностях и не стараемся ему дать сверх этих возможностей. Вот. И подбираем задания, которые ему будут легки, но и полезны. Вот. И помним о той цели, которую мы преследуем. Это будет понимание прочитанного, это будет ориентировка в тексте или построение грамматически правильно оформленной фразы. А может быть, это будет все вместе, да, потому что ребенок чуть-чуть более способный. Вот. И тогда мы подключаем больше вариантов заданий к данному упражнению. Вот. И всегда, конечно, мы делаем эти задания с опорой на текст. не стараемся отвлекаться на что-то там, отвлеченное, уходя в тему окружающего мира или так далее. Вот. Старательно, но желаемся останавливаться на том, что мы сейчас делаем. Чтобы посмотреть образцы таких заданий, вы можете найти в интернете, сейчас есть выложены эти пособия под фамилией Винограда Людмила Андреевна. Пособия я читаю, и там есть три сборника, которые идут по усложнению. Это как на начальных этапах, вы можете этим активно пользоваться. А дальше мы перейдем к чуть более сложному материалу. Это когда уже текст усложняется. Мы видели вопросы, что родители интересуют второй, третий, четвертый класс, также и среднее звено в дальнейшем. Но начнем с начальной школы, потому что это тот этап, на котором все это только начинается, и важно его не упустить. Когда мы с вами подходим к произведению, которое будет читать ребенок, очень важно, чтобы небольшими и маленькими шагами мы достигали поставленных целей. И на первых этапах это может быть выбор произведения. Понятно, что если вам дали домашнее задание прочитать какой-то текст, который нужен учителю классу, то да, мы тогда особо не выбираем, а идем прямо по этому заданию. Но мы можем с вами подойти к этому тексту и заранее посмотреть, что в нем содержится, и его адаптировать. Мы можем подготовить ребенка к осознанному восприятию текста до его прочтения. Вместе с ним почитать, также немножечко адаптировав это, и поработать над пониманием прочитанного. Не всегда в школах дают такие задания, обычно идет текст и вопросы, но если есть возможность, если есть время, то можно подойти к этому следующим способом. адаптировать текст мы можем как? Если текст достаточно длинный, на несколько сторон и сочетать его сложно, ребенку он дойдет до конца и забудет то, что было в начале, то мы можем этот текст разделить на несколько смысловых обязательно частей. Вот. Мы можем удалить из этого текста те слова, которые уже устарели, которые мы не используем, которые ребенок не будет использовать в дальнейшем, которые только его запутают, или он его совсем не понимает и не будет понимать. А если оно несет смысл в себе, то мы стараемся заменить его синонимом, которое ребенку будет более понятно. Вот. В четвертом классе я детям уже самим предлагала, например, подбирать синоним к какому-то слову, потому что это слово они уже понимали, этот термин, мы проходили по русскому языку и у нас удачно это получалось. Дальше. Удаляем те предложения, которые также несут второстепенное что-то такое дополнительное, и она важна от ребенка добиться понимания сюжета. И подбираем, смотрим. В интернете сейчас очень много ресурсов по тому, что можно сопроводить данный текст стадиофильмом или неким коротеньким мультфильмом. А даже есть художественные фильмы, да, если мы с вами изучаем Пушкина или более таких серьезных, еще таких серьезных писателей. До того, как мы начинаем читать, можно подготовить к восприятию этого текста, познакомив с словами, которые там встретятся, познакомив с героями, поговорив об этом, и также посмотрев диафильм, мультфильм, побеседовать по иллюстрациям в книге сначала, провести некий такой диалог. Можно прослушать аудиофайл, особенно если это стихотворное какое-то произведение, выбирая обязательно очень эмоциональное, выразительное чтение. очень часто выложив, выкладывая стихотворение, которые читают известные актеры. И это очень хорошее подспорье. Самостоятельное чтение заключается в чтении из учебника или из чтения с листа. Все зависит от того, какой это текст. Если он требует, ну, такой достаточной адаптации, то, конечно, лучше перевести это все на лист. Ну, с помощью сканирования, в принципе, это легко и в телефонах есть это приложение. Или же читать с учебника, если текст достаточно короткий или он прост, или же, если это ребенок уже достаточно взрослый, это конец четвертого класса или пятый класс, когда мы должны уже учиться читать по учебнику, потому что этот навык он все равно необходим, и читать с учебника также надо учить. Вот. Ну и в конце, конечно же, после того, как прочитали, желательно побеседовать, желательно понять, понял он или не понял, но мы понимаем, что устная беседа ни к чему не приведет, скорее всего. Поэтому желательно, конечно, это также переводить в некую практическую работу, когда ребенок визуально видит вопрос на листочке к тексту, когда этот вопрос идет четко по тексту, когда мы ему предлагаем ответить на этот вопрос и найти это предложение в тексте и подчеркнуть это вообще замечательно, если он с этим справляется. Мы туда вставляем иллюстрации, чтобы была поддержка и опора на них. Мы можем предложить им ответить на вопрос в виде тестовых вариантов, и он с этим более удачно справится. Дописать предложение, перефразировать предложение, подписать картинку самостоятельно и так далее. Это несколько небольших вариантов. Еще очень хороший вариант сопровождать какие-то сложные термины также иллюстрациями, потому что не все дети, например, знают, что такое лавка, топор, где он лежал, что такое котелок, крупа и так далее. И в дальнейшем, когда все это складывается в ковшик, да, вы знаете, в сказку кашу и ступора, и все это подписывается в итоге, когда уже весь текст прочитан, мы тем самым все это туда вписываем и вычеркиваем то, из чего каша приготовиться не может. Тем самым вы понимаете, понял ребенок прочитанный, не понял, а если нет, то вернемся еще раз, все напишем, подпишем и так далее. И некий пример еще раз, тот самый рассказ про поле, который, это вариант, работая с детьми по программе 8.3, по-моему, второй класс, если я не ошибаюсь. Вот. И здесь мы, самые первые рабочие листы, когда мы с детьми работали над прочитанным, мы работали над диалогом, выделяя цветовыми маркерами героев рассказов, подписывая буквами героев рассказов, рисуя рядышком на этих же листочках, да, мы не в книгах рисуем, а на листочках, что мы хотим им дать допонять. Вот. Понятия, такие действия, как вклеивание, раскрашивание, также очень помогают и подписывание, и изучение процесса создания хлебополочных изделий, например, также можно изобразить в виде последовательности действий, закрепив тем самым с детьми этот навык, ну, процесс. И в итоге, в конце концов, в этом тексте был задан вопрос, что растет в поле, и когда бабушка ответила внучке, что там растет булка, хлеб и пряники, это было детям непонятно, особенно обучающимся по данной программе, да. Изучив таким способом, адаптировав материалы, подойдя к нему с некой такой стороны, мы можем добиться того, что ребенок в конце концов понимает, что там все-таки не булка где-то там лежит, спрятанная в поле, да, а колосья растут, и все-таки из них потом появляются вот эти хлебополочные изделия, которые фигурировали у нас в этом рассказе. Ну, и совсем простой примитивный уровень пересказа для тех ребят, которые обучались в втором классе, потом уже в четвером классе, конечно, у нас пересказ уже был более такой содержательный, но здесь мы просто дописывали фразу, выбирая верный вариант. И это было отлично, это было для них очень-очень продуктивно и, ну, как бы обучаемо. Что дают эти адаптированные материалы? Это не только по чтению, да, но все-таки они дают детям некое спокойствие, они обеспечивают вам продуктивность в выполнении данных заданий, они упрощают вам выполнение домашних заданий. Если мы берем чисто чтение, то здесь у нас, ну, это для учителей, на самом деле, информация, потому что мы можем включить весь класс в этот процесс, да, но вы можете присоединить своих там братьев и сестер, они также могут вместе посидеть и позаниматься, ничего страшного. Вот, но самое главное, что у ребенка будет достигнут результат, потому что устную работу им провести очень тяжело бывает, а здесь они практически ее выполнили и еще сопроводили устными ответами, и вы их за это похвалили, наклеили наклейку и так далее. Вот, то, что мы хотели кратко рассказать. Есть замечательные, если мы переходим к пересказу, как к такому навыку непростому, да, то на первых этапах это могут быть замечательные пособия Ольги Дикторовны, когда на базе небольшого, короткого и очень простого текста, да, постепенными, также небольшими, маленькими шажочками мы переходим к пересказу вот таких текстов и учим детей этому навыку. И необходимо, конечно, начинать это на первых этапах, потому что в четвертом классе это будет очень тяжело и достаточно большие произведения. Так что можете по данной ссылке также переходить и смотреть пособия Ольги Дикторовны. Вот, дальше продолжаем. Все, о чем сейчас рассказывала Людмила Андреевна, да, относится к адаптации способа подачи учебного материала, да, когда мы фактически меняем чуть ли не саму методику для того, чтобы сделать этот материал доступным для понимания детей. И, конечно же, все это постоянно сопровождается дополнительной визуализацией, которая, на самом деле, может быть выделена, да, и как отдельный пункт, и как то, что действительно сопровождает весь процесс и обучения, и адаптации в том числе. И следующий способ адаптации – это снятие двойных требований. Его важно использовать на протяжении всего периода обучения детей, да, когда мы пытаемся сконцентрировать внимание ребенка на основной теме и на тех навыках, которые должны сформировать в данный момент, а дополнительные, более сложные или отнимающие сейчас больше времени, мы стараемся снять либо полностью, либо частично. Ну, в качестве небольшого примера можно посмотреть на две инструкции, например, спиши примеры из учебника и реши их. Я выделила для вас жирным шрифтом два таких условных требования, которые должен выполнить ребенок. Если мы понимаем, что на данном уроке процесс решения примеров для нас важен, а наш ребеночек, да, либо дома, да, пишет медленно, это отнимает у него много сил, то мы как раз предлагаем ему тот бланк с минимальной необходимостью заполнения, о котором я говорила выше, где он решает пример и вписывает или вклеивает только сам ответ. Либо мы сокращаем объем заданий, предлагаем ему списать только один пример, а остальные уже как бы написаны, и ребенок по-прежнему пишет только ответ. То есть вариаций здесь может быть много в зависимости от конкретных потребностей ребенка. И, например, также еще одна инструкция «Спиши текст, подчеркни главные члены в первом предложении». Мы можем, да, догадаться, что пока ребенок спишет весь текст, у него не останется уже сил на ту основную тему, которую, предположим, нам важно с ним сегодня изучить. Поэтому мы даем ему списывание не целого текста, а, например, одного предложения, того самого, в котором он в дальнейшем подчеркнет нам главные члены. И еще очень важный способ адаптации учебных материалов – это упрощение содержания задания. Для детей с расстройством аутистического спектра, уровень развития которых ниже уровня развития сверстников, например, если мы говорим о ребенке с рас и интеллектуальными нарушениями в инклюзивном классе, меняется, помимо всех тех адаптаций, о которых мы говорили, и уровень сложности задания. То есть само задание упрощается. И чем, как бы, возможности ребенка на данный момент ниже, тем сильнее будет та степень адаптации заданий, которую мы ему предлагаем. То есть для ребенка, например, с расстройством аутистического спектра и задержки психического развития, задание, которое он делает в классе, может быть таким же, как и у других учеников, но меньшим по объему, с упрощенной наглядной инструкцией. Если же у нас ребенок имеет другой вариант программы, например, 8.3, то само задание, которое мы даем ему, само содержание этого задания, оно не может быть таким же, оно должно быть упрощено. И здесь мы говорим и выделяем, да, стандартное задание, которое может иметь несколько уровней адаптации в зависимости от возможности ребенка, и альтернативное, то самое упрощенное задание, о котором я вам говорила. Ниже я вам дам ссылку на наше учебно-методическое пособие, в котором вы, если вам будет интересно, сможете посмотреть достаточно большое количество вариантов адаптированных альтернативных заданий по разным учебным предметам и воспользоваться ими, да, если необходимо. И сейчас в конце нашего Судмилы Андреевны выступления мы остановимся на основных и очень важных принципах адаптации учебного материала, которые, безусловно, мы учитываем в своей работе и которые должен учитывать в работе каждый учитель. Очень важно понимать, что адаптация заданий должна применяться только по мере необходимости. Чаще всего эта необходимость есть, и мы обязательно это делаем, но если мы видим, да, и мы должны постепенно это видеть, потому что мы адаптируем задания именно для того, чтобы в конечном итоге наш ученик, наш ребенок мог упойтись без этой помощи и без этой адаптации. Соответственно, мы стараемся снижать степень адаптации по мере того, как наш ученик, наш ребенок овладевает тем или иным навыком, тем или иным знанием. Адаптация может быть разного уровня, от минимального до значительного. И еще очень важный принцип, который должен помнить каждый учитель, что при использовании адаптированных заданий характер деятельности и фронтальной инструкции по возможности должен оставаться для всех учеников общим. Если мы говорим, например, об инклюзивном классе, да, где у нас ученик, возможно, выполняет задание упрощенное, немножко отличающееся от заданий других учеников, но, тем не менее, та деятельность, которую он в этот момент делает, не должна быть отличной, противоположной деятельности других детей. То есть, если все ребята в классе пишут, то для нашего ученика мы должны подобрать такое письменное задание, которое будет соответствовать его возможностям и которое он сможет выполнить. И, конечно же, если мы говорим о восприятии фронтальной инструкции, то, безусловно, мы подбираем такую доступную фронтальную инструкцию, которую наш ребенок способен услышать и способен на нее отреагировать доступным для него способом. И вот то самое учебно-методическое пособие, о котором я сказала. Рекомендую вам скачать его на нашем сайте и познакомиться с ним. Мы благодарим вас за внимание и надеемся, что то, о чем мы говорили, будет интересным, был для вас интересным и полезным. Спасибо огромное, уважаемые коллеги. Достаточно была информативная сегодня такая лекция. и большое количество вопросов, которые вы сегодня осветили. Эти вопросы как раз задавали наши родители при предварительной регистрации. У меня есть вопрос, который один из наших слушателей задал накануне. Вопрос, уважаемые коллеги, такой, когда мы адаптируем учебные материалы и вообще строим работу, планируем по адаптации учебных материалов, то вообще, что первично, а что вторично? Вообще, с чего надо начать? Вы сегодня озвучили некоторые принципы, может быть, вы уже про это сказали, но если можно, как-то еще раз обозначить. Что первично при определении вот этих способов адаптации учебных материалов? Ну, первичным, безусловно, является понимание тех трудностей, которые испытывает ребенок при выполнении задания. То есть, если это, в принципе, новая тема и новое задание, то, конечно же, мы должны сделать способ подачи материала при изучении данного задания таким, чтобы он стал понятным для ребенка. И тогда мы будем говорить про адаптации самого способа подачи. Если мы понимаем, что у ребенка идет снижение темповых характеристик, он медленнее пишет, медленнее читает, значит, мы думаем об уменьшении объема или еще о чем-то. Если мы понимаем, что ребенок наш плохо понимает речи, плохо понимает прочитанное, значит, мы думаем о максимальной дополнительной визуализации. То есть адаптация зависит, безусловно, от тех потребностей, которые испытывает наш ученик, да, и от тех трудностей, которые у него есть. И чтобы этих трудностей избежать и сделать для него процесс обучения таким более приятным и менее болезненным, мы, собственно говоря, и используем ту самую адаптацию и придумываем те самоадаптированные задания, которые помогут ему лучше понять, лучше освоить тот или иной навык. Это вообще цена. Да, спасибо большое. Очень много еще вопросов про среднюю школу. И, уважаемые коллеги, да, вы представили опыт работы, да, вот в этом направлении на примере, на примерах, да, продемонстрировали именно на примерах обучение детей начальной школы, да, но если ребенок переходит в среднюю звено, в среднюю школу, то в этой связи вот те принципы, которые вы озвучивали, и вообще те правила адаптации учебных материалов, будут ли они там работать, могут ли они там работать, или там есть какая-то другая специфика? Ну, мы полностью, я думаю, Людмила, мы полностью поддерживаем то, что адаптацию надо оставлять в зависимости, опять же, от возможностей детей. Если ребенку тяжело воспринимать некую сложную тему, то, конечно же, надо адаптировать, надо немножечко упростить, надо вернуться где-то назад или преподнести его в таком виде, чтобы ему было понятно, там, деление столбиком, да, и еще что-то. Ну, отвечая на Ваш вопрос и на вопрос наших, да, родителей, Сергей Николаевич, конечно, те способы адаптации, которые мы перечислили, и те принципы, которые обязательно должны быть соблюдены, я лично считаю, что они едины, да, и, собственно говоря, все то же самое мы можем использовать и в средней школе, только, конечно, на более сложном материале, да, и еще больше визуализации, и еще больше схемы, таблицы, алгоритмов, которые часто помогают нашим детям, и без которых никуда мы применяем именно в среднем звене, когда дети уже хорошо читают, когда они могут уже к каким-то заданиям, да, и это, конечно, ну, тот высший пилотаж, к которому нужно стремиться сами для себя составать какие-то опорные схемы, опорные алгоритмы. Поэтому все то, о чем мы сегодня говорили, можно использовать и нужно использовать и в средней школе для того, чтобы материал сделать для ребят более доступным. Будет ли какое-то существенное отличие в способах адаптации материалов в начальной и средней школе значительно, кроме содержательных компонентов? Вот именно сами способы, да, которые вы озвучивали сегодня, например, там, краткое, там, дробление на краткие инструкции, да, или используем пиктограммы при построении каких-то схем? Нет, мы, конечно, будем рассчитывать, да, на то, что к средней школе ряд трудностей, да, у нашего ребенка станет меньше, и какие-то из этих приемов ему просто не понадобятся, да, но если трудности останутся, то, собственно говоря, принципиальной разницы в применении, да, и в порядке этого применения ее не будет. То есть если есть инструкция, которую ребенок не понимает, которую ему нужно раздробить, мы ее дробим в виде алгоритма. Если есть большой объем задания, с которым ученику пока справиться сложно, значит, мы берем и уменьшаем его, либо делаем его на отдельном бланке. Ну, то есть, на мой взгляд, с учетом индивидуальных возможностей ребенка основные способы, основные принципы, они все же сохранимы и применимы. Тем более без этого мы не достигнем тех результатов, которые ставит перед собой учитель или мама или, да, да, мы не можем просто взять это и не сделать. Конечно, скажем так, дробить, углубляться в какие-то конкретные техники и приемы можно очень долго, и это не исчерпывающий, да, список и перечень всех тех, ну, каких-то таких приемов, о которых мы с вами сегодня сказали. У каждого учителя и педагога, скорее всего, есть свои наработки, исходя из его опыта работы, поэтому все можно дополнять и все нужно применять. Да, спасибо большое. Ну, такой вопрос очень многие, конечно, родители задают этот вопрос. Ну, и здесь, наверное, вот именно ваше успешное мнение, там, может быть, Елена Вячеславовна, вы подскажете тоже. Вот все-таки кто должен определять, да, вы видите, в самом начале сказали, что есть статья 79, да, в законе образования, и это спецусловие. И вот все-таки кто тогда должен адаптировать этот учебный материал и по чьей инициативе, то есть кто должен эту инициативу проявлять в адаптации учебных материалов? Ну, на мой взгляд, да, на наш взгляд, Судмила Андреевна, инициатива по адаптации учебного материала должна исходить от того человека, который, как никто, заинтересован в том, чтобы научить своего ученика, да, тем знаниям и дать ему возможность освоить ту программу, по которой он учится. Поэтому инициатива, на наш взгляд, должна исходить от учителя, потому что это именно в его интересах. Кто должен адаптировать учебный материал? Наверное, да, в конкретной образовательной организации должно быть отражено в ее локальном акте, но если, в принципе, подумать о том, как это может быть организовано, да, то здесь, возможно, это зависит частично от той модели обучения, по которой учится ребенок. То есть если это модель ресурсного класса, где на каждого ребенка есть индивидуальный тьютер, в обязанности которого как раз и входит отработка тех определенных, да, навыков, необходимых ученику, то именно он думает и смотрит, как можно тот или иной материал адаптировать и сделать его более доступным, естественно, согласуя тему урока, да, с учителем ресурсного класса. Если мы говорим об отдельном классе, как, например, у нас в Федеральном ресурсном центре, где обучаются ребята с расстройством аутистического спектра, то, безусловно, я как учитель, как никто другой, знает трудности каждого ученика и понимает, какие способы адаптации для него необходимы. Поэтому именно я занимаюсь, да, Елена Андреевна адаптацией этого учебного материала. Если мы говорим об инклюзивном классе, да, где, например, учится один там или несколько ребят с расстройством аутистического спектра или с другими особыми образовательными потребностями, и причем у них, скорее всего, да, нет тьютера, то тут педагог, безусловно, проявляет инициативу и в понимании трудностей конкретного ученика и в помощи этому конкретному ученику он обязательно должен обратиться, на мой взгляд, за помощью к специалистам службы психолого-педагогического сопровождения. Это то, о чем я говорила в начале при обучении по вариантам 8.1 и 8.2, да, что это именно, ну, хотя это при всех вариантах не исключается, что это именно та служба, которая оказывает помощь и сопровождает весь процесс обучения, это и дефектолог, да, с которым учитель может проконсультироваться, да, и который может на своем индивидуальном занятии как раз отработать какой-то сложный навык и предложить учителю какой-то адаптированный материал. То есть это совместная работа группы специалистов, которая, безусловно, должна осуществляться на пользу наших ребят. Ну, единого ответа нет, все зависит от конкретной образовательной организации, от конкретной модели обучения. Ну, возможно, Елена Вячеславовна дополнит этот сложный, да, непростой вопрос. Ну, вот наше видение как практиков, как учителей, оно такое. Елена Вячеславовна, а можно я еще больше только добавлю дополнительные вопросы, потому что прозвучал это среди тоже заявок такой вопрос, что мы сегодня поняли, что есть способы адаптации, которые применительны для детей, обучающих по программам 8.1 и 8.2, да, то есть сохранные интеллекты, и есть способы адаптации, такие как снижение уровня сложности, которые применяются для детей, например, с раз и нарушениями. И вот такой вопрос. Учителя сообщают о том, что... Точнее, учителя организации сообщают о том, что ребенок, когда раз обучается по общей образовательной программе, то тогда адаптация не подразумевается. А если хотите адаптацию, то тогда снижаем программу до 8.3. Вот насколько это правомерно, да, и насколько все-таки с точки зрения некоторого законодательства вот ребенку положено создание вот этих спецусловий в виде адаптации учебных заданий? Поняла. Просто, коллеги, хотелось сразу воспользоваться с возможностью поблагодарить за такой прекрасный материал. Это было блестяще. Слышно? Да. Меня слышно? Слышно? Слышно. Хорошо. Мне кажется, что меня Сергей Николаевич не слышит. Не слышит. Слышно? 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 Хорошо, спасибо. Я хотела поблагодарить за очень понятные объяснения. Мне кажется, что в ходе как раз ответов на вопросы, каким образом адаптируется программа, мы косвенно ответили на вопросы, кому она должна быть адаптирована, тому, кому это необходимо. Решается этот вопрос с помощью внутреннего школьного консилиума. Мы неоднократно обсуждали эту тему в ходе всех наших предыдущих вебинаров. И если школа отвечает вам что-то на тему того, что ребенку адаптация не нужна, мы всегда предлагаем следующий алгоритм действий. То, что школа видит очевидные трудности у ребенка в учебе и констатирует этот факт, ну, вам уже тоже, я думаю, очевидно, потому что откуда-то вы знаете, что ребенок с программой не справляется. Первое, что мы делаем, мы берем с вами характеристику на ребенка в этой самой нашей любезной школе. И в этой характеристике, уверяю, вас будет отражено, как вообще неудачно и плохо происходит обучение, как ребенок не справляется с программой и как он, значит, не успевает. Нам, однако же, с вами это неожиданно на руку, потому что следующим вашим шагом будет предложение школе созвать мне очередной консилиум, на который пригласить вас. Это тоже можно сделать с заявлением. И, соответственно, вы пишете такое заявление, регистрируете его традиционно, оформляя его в школе, получая на нем официальный номер входящего письма и дату. И дальше, соответственно, вас на консилиум должны пригласить. На этот консилиум вы приносите с собой, соответственно, вот эту самую характеристику и далее обсуждаете с педагогами, каким образом должна быть организована адаптация материала для того, чтобы ребенок мог с этой программой справиться. То есть ваша характеристика, которую они сами ожидали, свидетельствует о том, что ребенку и адаптация, и помощь нужны. Может сложиться так, что школа будет продолжать настаивать на том, что все-таки нужно понижать уровень программы, но у нас с вами и федеральные и государственные образовательные стандарты, и примерная адаптированная программа, и требования к реализации этой адаптированной программы говорят об одном и том же, что прежде чем понижать уровень программы, ребенок должен быть переведен на индивидуальный план обучения, и специалисты должны заниматься с ним по вот этому индивидуальному плану, соответственно, стараясь помочь ему все-таки определенного уровня достичь. То есть если у нас речь идет о том, что адаптация для них сложна, непонятно, невозможно, ну хорошо, тогда давайте с ребенком будет заниматься по отдельным предметам педагог. Каждый по-своему. Или, например, специалисты коррекционного блока, то есть логопед или дефектолог могут ввести какие-то предметы у ребенка в адаптированной форме. Я думаю, что когда у нас выбор идет, когда речь идет о выборе между индивидуальным учебным планом, который требует значительных усилий со стороны всего школьного коллектива, сговорчивость школы на предмет как раз адаптации материалов при нахождении ребенка в классе, она сразу повышается. И тот, и другой вариант вас вполне устраивает. Значит, если у нас консилиум не принял никакого подходящего, нужного и полезного для вас решения, то, значит, следующий ваш шаг, это вы просите как раз перевести ребенка на этот самый индивидуальный учебный план. И далее опять мы собираем консилиум и снова на нем обсуждаем, каким образом будет организовано обучение ребенка по индивидуальному учебному плану. Вы можете свои предложения в этом смысле тоже какие-то выдвигать. Все, что вы говорите, имеет ту же силу, что говорят все остальные специалисты. Несмотря на то, что вы не являетесь сотрудниками школы, уважаемые родители, вы можете всегда быть инициаторами любого количества консилиумов, которые по вашему ребенку проводятся. Ещё раз повторюсь тоже, это мы с вебинара в вебинар повторяем, что вы можете не только на каком-то одном внеплановом присутствовать, но можете написать в школу заявление, что просите проводить все консилиумы по вашему ребенку только в вашем присутствии, чтобы на каждый из них вас приглашали. И, соответственно, на этом консилиуме вы имеете право высказывать какие-то свои мнения, приводить аргументы и приносить документы, которые его подтверждают в том числе и не только из школы. То есть если у вас есть какие-то специалисты коррекционные, которые как раз справляются с адаптацией программы и у которых ребенок показывает образовательные успехи, это тоже ваш аргумент. Вы тоже можете приобщать эти документы к протоколу консилиума и если вы не видите ваших предложений, выводов и ничего полезного в заключении консилиума, вы также можете с ним не согласиться, потому что на подпись вам его дают. Вообще очень внимательно относитесь к тому, что вы подписываете. Это важно. Вот что я хотела сказать. Спасибо. Добавлю два слова. В приложении 8 к федеральному образовательному стандарту, которое я вначале показывала, написано о том, что если в момент начала школьного обучения при прохождении психолого-медико-педагогической комиссии встает спорный вопрос о том, какую программу дать ребенку 8.1 или 8.2, 8.2 или 8.3, то комиссия отдает предпочтение более высокому уровню программы для того, чтобы дать ученику возможности в первый год обучения, ну, как бы, не то чтобы показать свои способности, но попробовать свои силы для того, чтобы понять, насколько данная программа отвечает его индивидуальным возможностям, насколько она ему доступна. Да, безусловно, пока учитель, пока специалисты службы сопровождения не осуществят все необходимые меры по адаптации, по научению ребенка, по доступному преподнесению ему учебного материала, всего того, о чем сказала Елена Вячеславовна, ни о каком снижении программы речи быть не может. Но, тем не менее, бывают такие случаи, когда действительно та программа, которая была выбрана, например, когда выбор стоял между вариантами 8.2 и 8.3, действительно может оказаться сложна для ребенка, и все те многочисленные усилия, которые делают специалисты школы и родители, они приносят свои положительные результаты, но не в такой степени, в которой бы хотелось. И вопрос о снижении программы может стоять, но, повторюсь, безусловно, только после того, как мы понимаем, как родители понимают, что все те возможные меры помощи ребенку, которые должны были быть приняты, они приняты были, и где-то, возможно, не принесли положительного результата, потому что, возможно, тот уровень программы, который было предложено ребенку, все же не соответствует его индивидуальным возможностям, его потребностям. У меня все. Спасибо большое. Ну, тогда правильно я понимаю, Елена Вячеславовна, что, в принципе, родитель имеет право как бы потребовать и обратиться в организацию с просьбой создать необходимые условия в том, что я про адаптацию учебных материалов. Безусловно, да. Это всегда нужно делать письменно, потому что, к сожалению, ну, вот мы видим это и по чату, по тем вопросам, которые родители присылают, и по работе с родителями, что школы крайне неохотно на это идут, и порой эти проблемы возникают, и устно, конечно, они получают отказы. Письменно отказать уже гораздо тяжелее, и, собственно, ни одна школа письменного отказа, скорее всего, не даст. Хочу все-таки подытожить то, что я говорила, и то, что говорила Ольга Владимировна. Здесь порой все же речь идет о том, что программу надо понижать, и это в интересах ребенка. Но делается это тогда, когда мы все исчерпали возможности и поняли, что при том уровне адаптации, который мы можем сделать, все же ребенок с программой не справляется. Это не надо пытаться натянуть сову на глобус, это совершенно не в интересах детей, и здесь нужно, конечно, внимательно отнестись к этому вопросу и быть очень на стороне ребенка. То есть выставление ему легкой степени умственной отталости или какой-то другой степени – это не приговор и не означает конец жизни. Это означает, что он будет учиться по программе, более соответствующей его возможностям, и, соответственно, пойдет по другому образовательному маршруту. Вот все, что это означает. Я бы хотела еще пару слов сказать про то, что вот здесь вот в чате у нас люди пишут. Два комментария насчет ресурсного класса, во-первых, и насчет того, где же все-таки обучать специалистов. По поводу ресурсного класса, в котором люди пишут, что адаптации нет, это не ресурсный класс. То есть к ресурсным классам такая вот некая форма, которая здесь описана, отношения не имеет. У нас ресурсный класс подразумевает априори полную адаптацию всего, чего только можно для детей, большую работу совместно педагогов и тьютеров на эту тему, и это не ресурсный класс. Это какой-то другой класс, но в любом случае адаптации в нем добиться можно и нужно. Я бы предложила людям, которые эти вопросы здесь писали, прийти к нам на консультацию для того, чтобы мы разобрались с вами, что же у вас там происходит, каким образом и чего именно нужно в вашем случае добиваться. То есть совершенно точно адаптации добиться можно, и мы с вами можем какие-то более подробные шаги предпринять, если вам это необходимо. Просто пока вот знайте, что, конечно, право у вас такое есть и все такое. Видела я в чате вопрос про тьютеров, неизменно в каждом вебинаре нам его задают, вот про то, что собирается комиссия из девяти человек и рассказывает про то, как не нужен тьютер ребенку. Значит, смотрите, мы уже отвечали опять же на этот вопрос, у нас даже целый вебинар был и не один с федеральным ресурсным центром о том, как вообще тьютеры получаются, зачем они нужны, как обосновывать и так далее. Отошлю вас снова к этим материалам вебинара, к записанному видео, к материалам, которые мы к нему прикладывали. Пожалуйста, познакомьтесь с ними на сайте Федерального ресурсного центра либо у нас на сайте контакта, и вы точно найдете ответ на свой вопрос. Коротко отвечая, снова идем тем же путем. Берем характеристику, выходим на ППК, внутренний школьный консилиум, и снова доказываем с помощью этой характеристики, что ребенку тьютер нужен. А также качаем с нашего сайта заявление в школу письменное именно на предоставление индивидуального тьютера со всеми обоснованиями и опорой на законодательство. Наша очень, между прочим, в этом смысле полезная и все разъяснения Министерства просвещения в пользу ребенка. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. И, соответственно, это, наверное, все. Пока. Да, спасибо большое. Мы, конечно, полно раскрыли эту тему сегодняшнюю, да, уже дополнительные вопросы, которые будут возникать. Вы можете присылать нам на почту, да, либо звонить, да, и это нам в Советском федеральном ресурсном центре, и Елене Шлавовне Богородникой, и региональной общественной организации «Контакт», да, через «Контакт» их сайт. Мы всегда готовы ответить, вот, и в следующий раз увидимся на следующей неделе, у нас будет новая встреча, вот, информация о новой встрече мы разошлем чуть позже и теме. Сергей Николаевич, вот тут спрашивают, какие курсы? Да, по поводу курсов, смотрите, вы можете по поводу обучения. Для специалистов можно обучиться на курсах в Федеральном ресурсном центре. Есть у нас курсы по повышению квалификации, и это просто нужно к нам зайти на сайт в раздел «Обучение специалистов», и там, соответственно, есть информация о возможных вариантах обучения. Сергей Николаевич, дайте я дополню, потому что, мне кажется, речь там шла в этом вопросе, я вот тоже отметила, про среднюю школу. Я хотела бы здесь обратить внимание, что, мне кажется, если мы говорим про адаптацию, то принципы этой адаптации, они остаются одинаковыми, что для школы начальной, что для школы средней. Поэтому курсы Федерального ресурсного центра подходят, даже если дети уже учатся в средней школе, это педагоги-предметники. Еще хотела добавить, что, в принципе, опыта накопленного про адаптацию материалов и предметов в средней школе его значительно меньше, чем того, что у нас уже есть накопленного в началке. И пока мы можем опираться на тот опыт, то есть это не курсы, может быть, а именно опыт тех школ, в которых дети по этой программе вот средней школы учатся. Такие школы есть в Москве, я думаю, что есть, наверное, где-то еще по просторам нашей Родины, но вот в Москве накоплен в определенной степени этот опыт. Можно обращаться в школы, которые реализуют те же самые ресурсные классы, где они есть, и, соответственно, в них можно получить консультации. То есть, в принципе, если вы обратитесь за консультацией в такую школу, то вам, скорее всего, тоже не откажут, а уж педагогам не откажут точно. То есть внутри школы это взаимодействие, оно точно неплохо выстроено. От себя рекомендую задавать вопросы в школе 1465, задавать вопросы в школе 1540, задавать вопросы в школе 2070 и ряду других, которые, собственно говоря, вот как раз ресурсные классы, прежде всего, вывели в среднее звено, то есть чьи дети уже перешли с начальной ступени на следующую ступень образования, которые этим вопросом непосредственно занимаются. Кроме того, здесь мы в чате уже упоминали Вику Пенькову, которая адаптирует материалы для, начинала она со своего ребенка, сейчас адаптирует материалы и для других детей и помогает, собственно, настроить эту адаптацию уже тоже для средней школы. Поэтому можно вот воспользоваться также обращением к ней, ее контакты мы тоже пришлем. Спасибо. Да, и всем зарегистрированным участникам обязательно придет ссылка на видеозапись сегодняшней встречи. Это первое. И второе, к этой рассылке мы прикрепим методические посуды по адаптации учебных материалов. в общем, автором, который является Украина. Журнал называется «Аутизм. Нарушение развития». Друзья, у меня все. Спасибо всем огромное. Елена Ивановна, вам спасибо. Рад был, я думаю, рады все вместе с вами в очередную встречу провести достаточно успешно и интересно. Взаимно. Взаимно. Большое спасибо. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok